что и чем здесь занимаюсь и каких успехов я уже не достиг. Зовут меня Дмитрий Шучук, мне 17 лет, я учусь в 11 классе и сейчас нахожусь в открытом звании директора компании Reflame. И сейчас расскажу немножко о том, как в компанию Reflame я пришел и что у меня получилось. И думаю, вокруг всех многих из вас все говорят, что в Reflame жизнь делится на два периода, да, и вообще жизнь. До Reflame и после Reflame. 17 лет. И что у меня было до Reflame? Наверное, ничего особенного такого особенного не было. Был обычным школьником, отличник, успешный ученик и так далее. Уже не 16, а уже 17. Был просто отличник, школьник, живу в нормальной, обеспеченной семье. И в принципе, никогда не подумал, что когда-то в компании Reflame я буду здесь работать громче. Так лучше звук или нет? Лучше, да? Отлично. Тогда, кто не услышал, услышаем с вами дальше. Обычный школьник, обычная семья, не могу сказать, что там сильно бедный или сильно богатый. Но каждый год на море отдыхаем, и каждый год себе это позволить можем. Но в принципе, как бы, как обычного школьника, меня это все устраивало, все нормально. Никакой особенной жизни не было. Были сначала совсем одни увлечения, да. Это были, в основном это был спорт, это был бассейн, тэквондо, карате и так далее. Звук у всех нормальный, потому что уже сделал максимальный. Нормальный, да? Да, у кого звук слабый, регулируйте его у себя. И в принципе, живу в нормальной семье, все родители у меня железнодорожники. И когда-то услышал сразу Инны Волковой, на мне закончится рот нищик. Так я что сказал родителям, на мне закончится рот железнодорожников. Потому что лично меня эта профессия никак не устраивает, она мне не нравится и так далее. Поэтому мне хотелось искать что-то свое, и как я попал в компанию Reflame. Началось все с того, что в 16 лет мне захотелось иметь свои карманы, деньги, гулять, как я хочу, отдыхать, как я хочу, покупать то, что я хочу. И я начал искать какие-то разные источники дохода. Сначала это были листовки, какой-то колл-центр, даже свадебное детство. И потом, совсем случайно, кто-то в ВКонтакте мне написал, интересен ли тебе дополнительный доход. Я написал, да, интересен. И мне отправили, ничего мне не рассказали, отправили ссылку на вот такую вот презентацию. На самом деле это было так. Я прослушивал тогда первый раз у Алексея Севрука, прослушивал эту презентацию для мужчин. И, в принципе, я понял суть всего этого, но я не знал, куда мне дальше обращаться, потому что человек, который мне написал, он как-то, ну, больше ВКонтакте не появлялся, на мои сообщения тоже не отвечал. Но мне эта тема стала интересна, и что я решил. Я узнал, что у нас в Харькове есть сервисный центр. Я подумал, что, ну, скорее всего, это описание представительства компании, и, значит, я могу туда обратиться. И так началось мое знакомство. Я приехал в наш сервисный центр, который находится в городе Харьков. Я открыл эти двери, и меня встретил охранник, спросил, что я здесь делаю, да, где мои родители. И потом я сказал, я приехал сюда на работу устраиваться. А потом он сказал, ну, давай, кому-нибудь туда обратись, подойди к операторам. Я увидел девушку, мне сказали операторы, что найди, кому-нибудь здесь себе знали, кто хочет тебя зарегистрировать. И потом, получается, мне шла навстречу эта милая, очаровательная девушка. Я подумал, ну, наверное, зарегистрируюсь и мило. И девушка стала моим спонсором, мы стали с ней плотно сотрудничать. И с того момента началась моя регистрация, вообще, мое знакомство в Арифлэй. И как у меня вообще все начиналось. Первые полгода, они, наверное, были не такие уж и серьезные в моей работе. Первые полгода, это просто я был так, мальчик, продавец, консультант. Я просто раздавал какие-то листочки, показывал каталоги, делал большие личные заказы. Ну, я что думал, в принципе, там, друзей, учителей, родственников, знакомых. У меня всегда полным-полным-полно. И всегда driven, 300, 400, без проблем было, меня это устраивало. А потом, как вот дальше, да, первые полгода, как бы просто там уровень 6-9% и не больше. И когда у меня начался вообще другой период в Арифлэй, когда с того момента, когда я принял для себя решение. И принял решение, и у меня такой вот щелчок произошел на мероприятии. На мероприятии на квартальном форуме, который проходил в нашем регионе. Тогда меня пригласил тоже мой спонсор, сказал, что там будет интересно, будут шарики с небом, будут цветочки и так далее. Я думал, что я там забыл, что я там буду делать. И на этом квартальном форуме выходили разные люди на сцену. А вот я говорю, мы зарабатываем 5 тысяч, 10 тысяч и так далее. И я тогда обалдел, потому что у меня вопрос какой стоял. Это сколько они продают, да, что столько зарабатывать. Потому что мне рисовали эти кружочки, рассказывали о том, как в Арифлэйм зарабатывать деньги. Но я там все не понимал и не видел как-то сильно в этом себя. И когда на квартальном форуме на сцену вышли разные директора разного уровня, это были и мужчины, и женщины. И когда они сказали, что они вообще ничего не продают, а просто покупают для себя. Вот с того момента мне действительно стало интересно. Мне стало интересно, и я что знал. Во-первых, что в Украине уже больше 3 тысяч людей являются с помощью компании Арифлэйм, частными предпринимателями, и зарабатывают от 3 до 200 тысяч гривен каждый месяц. Я узнал, что Арифлэйм самоклассно, это что неважно, какой у тебя возраст, какое у тебя образование, есть у тебя стаж, работа или нет, ты можешь попробовать. И что для себя решил, в принципе, ничем не рискую, деньги вкладывать не нужно, поэтому буду пробовать, что у меня получится. И что у меня получилось, тем, что за серьезные полгода работы, сейчас у меня открыто звание директора компании Арифлэйм, у меня есть команда в Украине, команда в России, небольшая команда в Белоруссии, работаю в основном я через интернет, и небольшие бизнес-встречи проводим, в офисе и так далее. И что получил я с помощью сотрудничества компании Арифлэйм, я когда после этого форума, что себе сказал? На следующий форум я буду стоять в уровне менеджера, как минимум на этой сцене. Я себе это пообещал, я это делал. И через два месяца я уже стоял в уровне менеджера на этом квартальном форуме и говорил свою мотивационную речь. В принципе, мне это очень понравилось, это было очень классно. Я помню эти впечатления, когда сидят в первом ряду топ-лидеры, помню глаза Натальи Шикаревской, и в принципе, конечно, было все страшно, но жутко приятно. Это было классно, я желаю такие ощущения, такие минуты радости, счастья всем вам пережить. Далее, что было? Дальше были разные мероприятия, большие, маленькие, конгресс-лидеров, разные условия по клубам. В одном из таких мероприятий мы уже так, ну, чуточку познакомились с вашим спонсором Натальей Шикаревской. И на самом деле, когда я увидел весь этот масштаб, который предлагает компания Reflame, я подумал, ну, я не знаю, наверное, где, еще мне в моем возрасте, да, 17 лет предложили доход 1000 долларов в месяц, свободный график работы, легко совмещаясь с учебой, при этом классно выглядеть, с отличным самочувствием, отдыхать и... Я в это верю, мне это нравится. И всем вам тоже это желаю. Также в этом году мой спонсор взял меня... Ну, не в этом, в прошлом году, а мой спонсор взял меня спутником на панте директоров. Этот, я помню, в мои глаза, когда я только зашел в этот зал, когда увидел эту сцену, когда подумались разные люди на сцену, когда вручали эти огромнейшие чеки, я понимаю, что это не один человек, не два, это сотни людей, и почему это не я? И поэтому в этом году я уже поеду на свой банкет, да, я уже получу свой личный чек. В следующем году обязательно поеду туда уже с твоей командой. Поэтому наш банкет, на самом деле, это такое огромное мероприятие, которое я, наверное, ни разу в своей жизни еще его не видел. Но мне так сиридило, что хочется ездить на них постоянно и постоянно. И я себе пообещал, что на конференцию 2014 я поеду 100%, круиз ждет меня и ждет всех вас. И что было дальше, постоянно, и что мне еще нравится, конечно, учеба у меня теперь немножко хромает, но я думаю, что это не последний минус, это тоже плюс. А что очень классно, это еще постоянные выездные мероприятия, да. Недавно только вот ездили на три дня, у нас был выездной семинар с северо-восточной регионами и крымской регионами. Это была такая небольшая мини-конференция в Алуште. Были пятизвездочные отели, это шикарное место, шикарная вилла. У нас с тобой были огромные классные апартаменты, такое ощущение, что я когда показал Алуште, я думал, ну Алуште, Алуште, что я там не видел. Но когда мы зашли в этот визнал, зашли в свои номера, какие получили там огромнейшие впечатления, с кем познакомились с разными интересными лидерами. И такие мероприятия проходят постоянно, а на самом деле это круто, и ради такого нужно находиться в компании Reflame. И еще очень классно, никогда не было фотографий на море, именно там в куртке и такой весенней одежде. Всегда была фотография на море, это голая пульта, да, загар и так далее. Теперь у нас тут такое весеннее море, и желаю всем-всем вам тоже отдохнуть, побывать, и не только самим, а обязательно еще своими командами. Поэтому Reflame – это классное место, наверное, для меня это не какая-то не работа, да, не развлечение какое-то, а это, наверное, уже стал стиль жизни, который позволяет получать от жизни все, что ты только хочешь. И все зависит здесь только от нас, здесь нет блата, здесь нет каких-то таких условий, которые не смог бы другой человек. И все это для вас. У вас тоже две руки, у вас тоже одна голова, две ноги, ваше сердце бьется, жизнь одна, и проживите ее так, чтобы сделать из нее шедевр. Поэтому живите, мечтайте, действуйте по максимуму. И сегодняшняя наша с вами тема – это онлайн-технология. И немножко поделюсь своими результатами, что у меня с помощью интернета, да, социальных сетей, что у меня получилось. Во-первых, конечно, как я уже сказал, я открыл звание директора. Во-вторых, что для меня очень важно, что я являюсь сейчас на предпринимательном в своем 17 лет. На сегодняшний день у меня есть три самостоятельные менеджерские команды, которые уже ведут профессиональный свой бизнес. У меня есть менеджер в России, есть менеджер в Киеве, есть в Миницком и еще есть менеджер, конечно же, хайпери. И по всей группе на сегодняшний момент уже, наверное, акция прошла, свайд старый, уже, наверное, больше 35 бизнес-партнеров по всей группе, то есть люди с уровня 6% и выше. У меня запущена система вебинаров каждые четверг в 8 часов вечера. Есть своя система обучения. И так же самое мы создали свою онлайн-систему развития бизнеса, которая может легко дублицировать каждый человек в моей команде. И сегодня для вас я буду раскрывать свои секреты, я буду делиться своими фишками, обязательно это используйте, и скоро будет акция, поэтому, чтобы у всех в акции были новые-новые уровни, все забрали все самые классные подарки. И что же такое для меня интернет? Во-первых, интернет это инструмент 21 века. Этот инструмент я, наверное, отношу к новому методу на новом и на старом рынке. И небольшая такая статистика. 59% украинцев находятся в сети интернет. И представляете, что для нас с вами это значит? Что целых 28 миллионов жителей Украины готовы принять наше предложение, его рассмотреть, и сколько потенциальных кандидатов у нас есть, правильно? Вижу, здесь есть люди из России, из Казахстана, а дома у вас людей не меньше, поэтому интернет это огромная площадка, где люди сидят, проводят свое время, и буквально сидят и ждут, когда же мы им напишем. И какая же цель этого метода? Конечно, это поиск новых клиентов, поиск новых консультантов, партнеров, повысить свой товарооборот и вместе с командой выйти на новый уровень по плану успеха и забрать все премии, которые только есть. Открывается следующий слайд. Самое классное, что у этого метода есть еще свои преимущества, в отличие от остальных. Что для меня важно сейчас сказать назад переключим. Преимущество. Во-первых, что важно, это доступность каждому. То есть, каждый человек может легко взять и дублицировать этот мир, потому что, я думаю, минимальные затраты и человек легко у всех есть компьютер, у всех есть интернет, у всех есть странички в социальных сетях, и каждый может это использовать не только для общения, но и от этого получать огромную пользу. И таким образом, с помощью интернета вы легко можете расширить географию вашего бизнеса. То есть, у вас появятся люди из других стран и других городов. И очень важный плюс этого метода в том, что нет зависимости от временных и погодных условий. То есть, что бы на улице ни происходило, интернет есть у всех всегда и повсюду, и здесь люди всегда открыты и готовы к вашему общению. А картинки не видно. У всех картинку видно? Поставьте ключи, теле не видно. Да. Видно, да? Хорошо. Так, что-то оно сильно быстро прилистывает. Так, маленько. Продолжаем. И вопрос, где же нужно искать людей? Искать людей нужно там, где есть миллионы. И миллионы людей, деталь, это социальные сети. Поставьте плюсики, у кого есть страничка за какой-либо социальной сети. Либо ВКонтакте, либо Одноклассники, либо ВФейсбук. Думаю, сейчас плюсиков у нас будет здесь очень-очень много. Собралось 265 человек, наверное, 265 человек и поставят здесь плюсики. Поэтому это огромная площадка и вы с вами только что метод доказали. И почему именно мы выбрали социальные сети? Потому что по первых, 89% пользователей интернета, они в них зарегистрированы. А в 83% у них есть странички ВКонтакте, ВФейсбуках и Одноклассника. И еще очень классный такой фактор, что очень много людей ищут информацию именно посредством социальных сетей. Они перед тем обзвели какую-то покупку, советуются с своими друзьями, кто уже что купил и так далее. Они ищут новую информацию о брендах, о том, что сейчас в тренде, в моде и так далее. И для нас с вами в этих социальных сетях тоже есть свое место, есть своя ниша. И как же мы будем все это использовать? Сегодня есть в Кантаре вообще три самые популярные социальные сети. Это Контакты, это Одноклассники и это Фейсбук. Но сегодня мы с вами будем подробно разбирать такую социальную сеть, как Одноклассники, но вкратце могу рассказать о каждой. Фейсбук это социальная сеть больше для людей, которые уже являются успешными в этой жизни, для людей, которые уже в жизни состоялись, это предприниматели, это крупные компании и так далее. Контакты это в основном сети, где обитает молодежь, в основном это школьники, студенты. И Одноклассники это социальная сеть, где наверное есть практически каждый. Это социальная сеть, где обитает очень много мамочек с детьми, где есть очень много людей в возрасте наверное от 25 и выше. И сегодня мы будем разбирать именно эту социальную и какие же есть этапы, какие есть работы социальной сетью. То есть первое, что нам нужно сделать это конечно же создать свою страничку, создать свой аккаунт. Дальше следующим пунктом идет добавление друзей и потом идет работа с письмами. Сейчас мы с вами будем разбирать каждый пункт в отдельности подробнее. И еще начинается вся работа. Первое вам нужно понять как будет называться ваша страничка. определиться с тем кого вы хотите приглашать. Какая ваша цель от этого метода. Дальше вашу страничку нужно персонализировать. только после этого наполнить ее содержанием различными фотографиями, ссылками, видео, статусами и так далее. И что хорошо работает. Самое классное это если у вас есть реализованная корпоративная фотография и название есть слово Ariflame. То есть такой вариант работает лучше всего. Если ваша страничка в одноклассе называется именно так. То есть такой вариант работает классно. Если у вас нет личной корпоративной фотографии но название слова Ariflame такой вариант тоже работает. Отклики есть, регистрация есть, но людей добавляет немножко меньше. Регистрация тоже меньше. И самый плохой самый худший вариант это если у вас название Следующим пунктом, когда вы будете добавлять друзей, люди добавляться будут, но когда вы будете им отправлять именно сообщения с текстом Reflame, им не совсем будет понятно, почему тут добавился на какой-то Дмитрий Шевчук, и этим образом он вообще связан с компанией Reflame. Поэтому откликов мало, и самый классный вариант, чтобы у вас была корпоративная фотография и название слова Reflame. Вам понятно, о чем я говорю? Поставьте ключики. Понятно, отлично. И какие предварительные этапы нужно сделать? Первое, это, конечно же, зарегистрироваться. Я думаю, с этим проблем ни у кого из вас не возникнет. Дальше назвать свою страничку и добавить фотографию. И следующие очень важные функции, это обязательно каждую неделю, хотя бы один раз в неделю, изменять свой статус, добавить какую-то разную интересную информацию и изменять свою фотографию. Потому что если вы будете каждую неделю менять свою фотографию, вы будете вызывать интерес, ваша страничка будет интересно просматривать, и люди часто на нее будут заходить. Дальше очень важно, это делиться ссылками в вашем статусе. Если у вас есть свой личный сайт, то обязательно делитесь ссылками на свой личный сайт. Если у вас нет своего личного сайта, то выходите на уровень менеджера, и в компании Reflame с уровня менеджера 12% можно на официальном сайте сделать свою веб-страничку. В России то же самое. В Казахстане я знаю, что свою веб-страничку можно делать даже с нулевого уровня. То есть, если у детей все из Казахстана, то ставьте плюсики, что вы можете создавать свои странички с нуля. То есть 0%. В основном процентах вы можете уже делать свои странички. И дальше очень важно создать разные фотоальбомы и постоянно выполнять ими фотографии. И как пример, какие я выбрал альбомы. Во-первых, это может быть бизнес-альбом. Там вы добавляете разные интересные фотографии. Что вы занимаетесь ежедневно, как проходит ваша работа, с кем вы встречаетесь, с кем вы проводите встречи, фотографии вашего офиса, что вы там делаете. Дальше может быть и фан альбом о вас. Это просто какие-то развлечения ваши и так далее. Альбомы к праздникам. Как вы отдохнули 8 марта на Новый год, на день рождения. Или та же самая альбом на любую определенную тему. Там красота, мода, деньги, любовь, дети, отношения и так далее. То есть заводите странички, делайте странички интересными. И смотрите на страничку так, чтобы вам было самим на нее интересно заходить. Если это будет, то, конечно же, интересно будет на нее заходить и вашим людям. И следующим пунктом после оформления странички, это нужно что сделать. Так что она быстро пролисталась. Значит все правильно. Следующий пункт, это идут первые друзья. Первые друзья и первое письмо. Парда, в неправильном порядке, ничего страшного. Сейчас вам покажу пример, как выглядит моя страничка. Моя страничка выглядит вот таким вот образом. Здесь есть моя фотография, да, слева. Страничка называется «Дмитрий Шучук. Работа дома в Арифлейн». То есть моя задача какая? Моя цель это не набрать себе, просто огромное количество потребителей. Моя задача с помощью одноклассников найти себе людей, бизнес-партнеров. И в основном на такое объявление, да, вот работа дома в Арифлейн, отлетаются мамочки. Мамочек не очень много. Один из них это менеджер в Смельницком. И двигаемся дальше. После того, как вы создали свою страничку, наполнили ее интересной информацией, следующий очень важный пункт, это определиться с вашей целевой аудиторией. То есть кого вы будете приглашать, кто это будет, мужчина, женщина, какой-то будет возраст, где он будет жить, будет находиться в вашем городе и вообще какая-то будет страна. И такая вот статистика, да, которая у меня есть. Если это мужчины, то в возрастном диапазоне от 14 до 19, в принципе, дружат нормально, но регистрации у меня не было. И даже самое с мужчинами остальных тоже у меня регистрации особых не было. Если это девушки, женщины, да, в возрасте от 14 до 19, они классно принимают заявки наших друзей, они соглашаются дружить, они и регистрируются тоже нормально. Но здесь есть одна проблема. Люди в возрасте от 14 до 19, они еще зависимы от родителей. И поэтому были сейчас такие случаи, что, ну не часто, но были, когда человек оформлял свой заказ, да, ну, из-за того, что она не посоветовалась с родителями или родители не дали денег, то заказы не были забраны. Поэтому сейчас в такой возрастной категории я не работаю именно посредством интернета. И еще есть возраст от 20 до 55. Они тоже соглашаются дружить, они регистрируются. И именно у таких людей в таком возрастном диапазоне у меня самое большее происходит регистрация, они делают классные заказы. А средний заказ у меня по интернету, наверное, это баллов 70 лет. И вот здесь еще возраст от 55 и выше. Это люди тоже классные, они тоже соглашаются классно дружить, они задают много вопросов. Но здесь будьте не то, что уверены, а готовы к тому, что это в основном сидят бабушки, там, женщины уже возрасте и так далее. И у вас будет, нужно будет писать такие подробные инструкции, куда нажать, как кнопочку там зарегистрироваться, как заказчик оформить, как запомнить форму на сайте и так далее. Поэтому здесь очень много морозки, я для себя выбрал вот этот диапазон от 20 до 55 и возраст, такой возраст и именно девушек. И также всем рекомендую для вас изначально начать добавлять друзей с вашего города и дальше уже у вас вы сможете добавлять другие города. Так, можно показать свое управление страницы. А сейчас еще раз покажу. В принципе, мою страничку не трудно найти, в одноклассниках просто в поиски набивайте Дмитрий Шевчук, работа в Арифейн, и у вас будет моя страничка, наверное, на первом месте. Так, я им по скайпу, экран показываю, регистрирую в прямом эфире. Но здесь проблема в том, что не у всех есть скайп и так далее. Я такое тоже пробовал, с кем-то работать, с кем-то нет. Мне намного проще работать с возрастным диапазоном от 25, наверное, до 25, в основном, это у меня тут три города. Это Харьков, Киев и Хмельницк. Это все, два, три, три города. Я в этих городах работаю. У меня там есть свои уже менеджеры. И на эти города я делаю акцент. Так, следующий слайд. Так, следующая тема. Это первые друзья, да, как их находить и как их добавлять. На вашей страничке у одноклассников вверху есть такое поле, как «Поиск». И там что нужно сделать? Вам нужно просто нажать на это поле, ввести любое женское имя, и дальше что? Нажимаете вкладку «Люди». Ну, как пример, на экране вы сейчас видите имя Ирина, да? После этого вы нажимаете кнопочку «Найти», и вам автоматически находятся все-все Ирины, которые есть сейчас в «Одноклассниках». Но дальше такая задача. Наша с вами задача, это мы уже определились с вами, с нашей категорией людей, да, с нашей целевой аудиторией. И нам нужно задать параметры поиска, да, для всех людей, которых мы будем добавлять, друзья. И здесь нужно что выбрать? Нужно выбрать пол. Да, выбираем пол женский, выбираем наш возраст, с которым мы будем работать, выбираем город, с которым мы будем работать, и самое главное – это поставить кнопку «Сейчас на сайте», потому что людей, которых сейчас нет на сайте, не факт, что они в ближайшее время зайдут именно в «Одноклассники». Если люди на сайте, они гарантированно 100% получатся ваше предложение дружить. И таким образом, вот именно процент добавления друзей у вас будет намного больше. После того, как вы определились со своей целевой аудиторией, да, начали ввелись все фильтры, следующим этапом это идут именно добавления друзей. То есть вам что будет написано? У вас будет написано, вот, найдено 819 человек. То есть по моим параметрам, вот, «Одноклассники» нашел 819 эрин, которые живут в городе Харьков в возрасте от 20 до 45 лет, и которые сейчас находятся на сайте. И здесь есть кнопочка «Дружите», вы ее нажимаете, и таким образом человек получает вашу заявку. Но здесь тоже есть одно «но». Здесь есть ограничение – это 50 заявок друзьям. То есть в день максимум это 50. Если вы хотите это ограничение обойти, то создавайте для себя, допустим, не одну страничку, да, а создавайте там 2 или 3 странички. Таким образом у вас будет больше добавляться друзей и будет больше откликов по регистрации. С этим пока все понятно, поставьте плюсики. Пока никаких вопросов нет. Я думаю, тема несложная, здесь, в принципе, наверное, все понятно. И кого мы не добавляем, друзья? Мы не добавляем друзьям «звезд», да, в кавычках. Почему? Потому что, понятное дело, что это всегда не настоящие звезды, да, они нашего предложения – это обычные люди, которые создали для себя в каких-то своих личных целях свою страничку, и тогда я не знаю для чего. Не добавляем друзей, которые у человека нет в своей личной фотографии, да, или вместо фотографии там, допустим, какая-то картинка с интернета, или вообще ничего нет. Почему? Потому что если человек просто в дом полиции выставляет свою фотографию в однокласснике, то, скорее всего, человек будет потом вам бояться, да, и давать личные данные, задавать вопросы, зачем паспорт, зачем адрес проживания и так далее. Поэтому таких людей у меня тоже толку не было, поэтому их тоже не добавляем. И не добавляем друзей, у которых вместо имени набор разных букв и цифр. Там 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И не добавляем организацию. Окна, двери, балконы нам тоже не нужны. Так, очень интересует вопрос, как правильно вести диалог с партнером. Это у нас будет с вами еще дальше семья тему. Да, диалога мы с вами тоже еще дойдем. После того, как мы добавили с вами первых друзей, определить в нашей целевой аудитории, как тренические модераторы не банили. Знаете, наверное, сейчас я буду просто рассказывать свою тему, в конце у нас будут ответы на вопросы, и все, что у вас будет возникать, такие вопросы, в конце, наверное, не зададите. Хорошо, согласны? Поставьте плюс теперь. Ну, ладно, да, правильно, хорошо. И какие есть правила поведения? Задали вопрос, что быть, почему странички блокируют и так далее. Мои странички так же самое первые блокировали. И сейчас я делюсь с вами своим опытом, как этого избежать. Потому что, на самом деле, очень обидно, когда ты проводишь там достаточно много своего времени, создал страничку, добавил друзей, какие-то люди откликнулись, да, у тебя были уже регистрации к этой страничке. И тут 20 себе одноклассники выдают сообщение в вашей страничках заблокированной, за то, что вы занимаетесь рекламой или спавом. Поэтому, вот есть правила поведения. Первое, я правила поведения делю на две категории. Это правила поведения с друзьями и правила поведения в одноклассниках в общем целом. И начну, наверное, с правил поведения в самих одноклассниках. Самое главное в одноклассниках, чтобы вас не заблокировали, нужно вести себя просто как обычные пользователи. То есть, что я имею в виду? Просто, что делают вообще люди в одноклассниках? Они там общаются, да, они смотрят какие-то интересные информации, они комментируют фотографии других людей, да, они ищут какие-то полезные новости, ставят лайки, ставят оценки людям, если там играют в игры кто-то еще. Поэтому, если страничка, вот просто, когда просматривают ваши странички модератора, и они видят, что вы кроме добавления друзей и кроме рассылки спама не всеми занимаетесь, такая страничка 100% будет заблокирована. Поэтому никакого спама, никакой рекламы ни в письменном виде, ни в фото. И какие правила проведения своими друзьями? Первое правило, это перед тем, как человеку отправить свое письмо, да, вот третий пункт, человеку нужно сделать анализ, да, проанализировать его на профпригодность. Что это означает? Дальше мы с вами рассмотрим. И также перед тем, как отправить письмо, тоже есть такая фишка, это делаем приятности. И только после этого мы отправляем человеку письмо. И сейчас каждый пункт будем разбирать по отдельности. А что такое анализ на профпригодность? То есть вам будут добавлять подробное количество людей. И когда вы одного человек добавили, в оповещениях вы это будете видеть. Там, Мария Ивановна приняла вашу заявку, друзья. И дальше вы должны поанализировать, какой у этой Марии Ивановны возраст, какой у нее город, какие она вообще пересказывается, какие у нее фотографии, чем она увлекается, что ей нравится. Если что-то из этого, да, допустим, вас отталкивает, то не нужно даже, там, отставлять ей первое сообщение. Если какая-то информация в ее странице вам не приятно, да, не нравится, то такого человека просто из друзей удаляете и не дадите на него свое время. И обязательно смотрите на город. Потому что у меня была такая смешная ситуация, я добавил человека, я сделан анализ, в принципе, все нормально, там, смешные статусы классные, фотографии и так далее. И потом, что получается, в поле город было написано, город, которого нет. Я этому человеку даже самое сделала предложение, она схватилась регистрироваться. И потом, что самое интересное, она мне пишет, я зарегистрируюсь, как выйду с зоной через три года, ты не напиши. То есть, вы партой человек, который сейчас находится не в Харькове, да, и даже не в городе, поэтому проверяйте, делайте анализы, и чтобы у вас такого тоже не было. Следующий пункт, это идет после анализа, это делаем приятности. А что такое приятности? Это оценка, как фотография человека. То есть, когда вы чек-то звали друзья, вы его проанализировали. И чтобы вам человек стал чуть-чуть роднее, вы для него тоже. Для этого ставим оценки человеку. Так, два слайда назад. Сейчас включим. То есть, когда вы чека добавили, проанализировали, ставим человеку лайки, ставим пятерочки к его фотографиям, ставим плюсики и так далее, отправляем там смайники, цветочки, какие-то комментарии к фотографиям пишем. Чем хочется, что он видит, что вы сделали какую-то активность на его страничке, да, то есть он уже считает вас просто незнакомым с человеком. Он уже чем-то ставит для него ближе, и какую-то приятность для него уже маленькую сделали. И он возвращается к тому слайду, который был. То есть, когда добавили, открываете фотографию человека, да, и ставите оценки, там, пять, 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 ставите класса, пишите различные комментарии. Желательно, чтобы комментарии, и это были комплименты, но чтобы это не казалось лестью, да, то есть там, какая там красивая ваш атмосфер, какая у вас очаровательная улыбка, там, и так далее. Наверное, он там, сын весь в ад, наверное, и так далее. Наверное, вы пользуетесь, вы так классно выглядите, наверное, вы пользуетесь продукцией компании Reflame. И только после этих этапов мы человека отправляем в следующий этап, делаем именно именно работа с письмами, да, то есть, уже идет знакомство с человеком. И здесь, что я использую, у меня ничего там своего личного такого особенного придумывать не нужно. Все для нас сделала компания, профессионалы, для нас разработали такую классную систему, как метадама. Я думаю, что многие из вас с ним уже знакомы, да, но кто же не знакомы, если здесь есть новички и так далее, мы немножко об этом еще повторим. Поэтому какая же цель использования этого метода, как и в реальной жизни, так и в жизни в интернете? Первое, это достижение лучших результатов в продаже, рекрутировании или каких-то определенных задачах. То есть, этот метод, на самом деле, он помогает не только в Reflame, он помогает в реальной жизни, где бы вы ни находились, то ли в магазине, то ли, ну, где угодно. Он помогает человеку сделать правильный выбор, принять правильное решение. И таким образом, что получается? Самое классное, что с помощью метода дама, получается, человек самостоятельно принимает решение. То есть, он понимает, что не вы ему, да, что-то навязали, а он сам сделал осознанный выбор. И таким образом, мы сможем с вами легко влиять на людей. И таким образом, у нас с вами будет уверенность и спокойствие в том, чем мы занимаемся. И какая же, из чего состоит, и как его использовать. Дама, это английская аббревиатура, и первая буква в кадре, от английского, это define, на русский приводится определение. То есть, другими словами, это первый этап выявления потребностей. То есть, то, что хочет вообще человек. И здесь очень важно на этом этапе человеку задавать правильные вопросы. Вопросы должны быть какие? Во-первых, уместные, то есть, по теме. Во-первых, четкие. И в третьих, это открытые. Что такое открытые вопросы, я думаю, вам всем это все понятно. И какие могут быть примеры, варианты вопросов. То есть, открытые вопросы, это вопрос, на которые человек не может ответить, там, да или нет. Это эти вопросы, на которые требуется более обширный ответ. И как пример, как вы покупаете косметику, каким образом, где вы ее покупаете, какую косметику вы покупаете, почему вы покупаете именно таким образом. Вам нравится такой процесс покупки? Или есть у вас, допустим, дисконная карочка этого супермаркета, реклайт вам этот супермаркет за то, что вы покупаетесь его продукции и так далее. То есть, первый этап, это понятие, что человеку мы можем предложить задать правильный вопрос человеку и дальше уже идет следующий этап, это буковка А, с английского, так что, она перенеснулась, вот, дальше идет следующий этап, это exception, это с английского приводится согласие, да, то есть, мы предложим человека на наш вопрос получить первое данное. то есть, допустим, у человека спросили, где вы приобретаете продукцию, он вам ответил, там, супермаркет или подружки через консультанта. На самом деле, что с тем, что случилось в интернете, что очень много людей приобретает продукцию именно через консультанта, да, наших. И дальше, что я пополню, человек спрашивал, вам консультанты дают по своей цене или вам делают, или вы покупаете по сне каталога. Сынное дело, что попадаются люди, которые покупают по своей цене, но здесь тоже легко все можно сделать, объяснить человеку, что действует программа лояльности, объяснить, что ему выгодно заказать не через подружку, а заказывать на свой личный номер, он будет собирать баллы и получать подарки. Если что делать, заказать через консультанта по каталогу, то это вообще идеальный вариант, очень легкий. И дальше наша задача просто получить от него ответ «да». То есть дальше техника это просто попугай, техника перефразирования, говорим, что если я правильно понимаю, то вы покупаете через консультанта, под ним каталога и переплачиваете сколько, 23%, или 22% уже, правильно? И следующий этап, когда вы от человека получите, то здесь мы уже делаем человеку мыть подбор. То есть, нам человек сказал, что ему интересно, мы можем спросить, а какой продукции из компании вы пользуетесь, что вам нравится? А допустим, вам сказал, мне нравится водичка Love Potion. Вы что можете сказать? Если я правильно понял, вам нравится этот аромат, он вам подходит и так далее. И тогда нравится, подходит, а мы любимый. И дальше вы можете что сказать? Я вам предлагаю получить свою личную дисконтную карту VIP-клиента, покупать со скидкой 18%, и сейчас, тем более, этот улетный абордат идет со скидкой. Цена по каталогу стандартная 280, скидка каталога 160, цена по дисконту 140, выгода 100 гривен. И следующий этап, мы что должны сделать? После того, мы человеку сделали подбор, выгодили для него то, что ему интересно, то, что он нам сам попросил. Следующий этап, это опять получить согласие. То есть, мы от человека должны получить второй этап и оформить заказ. Для примера, какие могут быть вопросы? Вам заразать только одну туалетную воду, или вы еще хотите масло для массажа, с этой туалетной водой. Вы хотите заказать одну туалетную воду, или вам заказать без запаса, потому что она сейчас идет с такой скидкой, и больше ее точность с такой скидкой не будет. И это лучшее предложение этого каталога. Эта туалетная вода должна быть в каждой косметике любой женщины. И так далее. То есть, мы получаем согласие, оформляем человеку заказ, оформляем регистрацию, неважно что. И там может быть заказ, сначала это клиент, довольный клиент, довольный потребитель, довольный консультант. И так далее. И такую же самую технику вы можете использовать именно в ваших сообщениях. Например, подведем итог по этой технике. То есть, какие вопросы. Какую аземиатическую продукцию вы ищете в настоящий момент? Человек ответил, мне интересны ароматы и так далее. И так же сейчас вы ищете аромат, который позволит вам чувствовать себя моложе, и еще вам нужно подарок день рождения мамы. Правильно? Правильно. Позвольте мне показать то, что я хочу вам порекомендовать. То есть, что вы получили вторую дачу. Да, конечно, там показывают и так далее. И дальше мы оформляем заказ и все. Так, следующий этап. Следующий этап, получается, с помощью этой техники мы должны с вами отправлять первые письма. И письма тоже делят на несколько категорий, на несколько видов. Первое письмо это письмо знакомства. То есть, это тоже новое письмо, раньше как было. Почему многие странички блокируют? Элементарно, потому что люди просто занимаются рассылкой спама, да. Мы сразу в чек, только добавили его друзья, и мы сразу отправляем ему предложение, да, там, давай, регистрируйся, покупай для себя со скидкой. И люди, да, некоторые регистрируются, но некоторые нажимают на кнопочку спам и все. И человек, получается, от вас отдаляется и пропадает. И таким образом, что у нас должно получается быть? Мы первое сообщение какое отправляем? Это сообщение знакомства. То есть, в этом сообщении должно быть короткое, лаконичное, буквально два-три предложения, щетка, и заканчивается вопросом. А дальше у нас должно быть после этого сообщения сообщение-ответ. Буквально три бизнес-предложения, да, допустим, бизнес-предложение дисконта, бизнес-предложение работы на тому в интернете и бизнес-предложение в ЛС. И у вас какие-то будут разные предложения, каждому человеку вы будете рассылать разное письмо, и тогда, после этого все соглашается, вы человека доправляете на регистрацию. И из чего состоит письмо, как его округлять? Письмо бизнес-предложение, из чего оно состоит? Во-первых, это, конечно же, приветствие, да, к человеку. Дальше должно быть ваше предложение, предложение вашего сотрудничества. Давайте вопрос в конце, потому что отвлекаюсь на счет, не забывая о некотором, что я хотел вам сказать, хорошо? Так, предложение сотрудничества. в этом предложении оно должно быть коротенькое, должно содержать буквально одно-два абзаца, это должно быть четко, лаконично и без там, личной фантазии и так далее. То есть, все понятно, без внутренней терминологии, там, баллы, спонсор и так далее. И в конце просто делайте подпись вашим именем, так, с уважением Дмитрий Шичук. И самое главное, чтобы ваш текст не был монотонным, да, текст нужно выделить каким-то цветным текстом и шрифтом. Например, вот вы видите, да, вот письмо, бизнес-предложение выделено оранжевым цветом и сразу оно бросается в глаза, то есть, тем, тем, как назвать, акцент, да, который вы хотите сделать в предложении, там, допустим, скидка 23%, или доставка на дом, или и так далее, про акцию, то есть, эти акценты вы выделяете цветом, делаете большим шрифтом и человеку сразу оно бросается в глаза. И, как правило, письмо такое не должно занимать больше 10 строчек. И что еще, вот не важно, что письмо не должно содержать. Если вы собираетесь работать с людьми из разных городов, ваше письмо не должно содержать вашего адреса СПО, потому что, если вы по ошибке человек, допустим, из города Киева, а вы в Харькове проживаете, отправили ему письмо с фарлистом Харьковского офиса, то он прочитает и подумает, что, наверное, это письмо не для него, вы там просто ошиблись и даже вам не ответит. В это письмо не должно содержать пиар кого-либо из других лидеров. Почему? Потому что были ситуации у менеджеров моей команды, когда они сделали пиар лично мне, что давай регистрируйся, будут деньги зарабатывать и так далее. Такие банальные смешные предложения неправильные и давали ссылку допустим на какие-то мои видеоролики. И тогда те люди, которые к ним они им прислали, людям отвечали, что зачем мы будем регистрироваться к тебе, мы уже регистрируемся к Диме. И понятно, что я к себе не регистрировал, они остались теми менеджерами, но все равно на дальнейшее больше ссылки на ролики и так далее на других лидерах не отправлять. Не отправлять ссылки на другие и чужие сайты. Я думаю, это все понятно, потому что если зайдет на другой сайт, он почитает, ему понравится, он зарегистрируется в другую команду. Не делать длинного описания возможностей с личными подробностями. Все четко, кратко, лаконично, чтобы человеку было понятно с первого раза. И не нужно, чтобы было давление и принуждение к чему-либо. То есть избивание таких разных слов будешь брать себе. Если человек посчитает, брать. Потом нужны там обязательные покупки и так далее. Поэтому слова используются нормальные, чтобы человеку это было не страшно. И, конечно, самое главное, чтобы не было грамматических ошибок. Потому что есть люди, которые чисто принципиально если в чехе есть грамматические ошибки, то они просто не считают их удаляют и блокируют. И не нужно лишней волевы, критики. То есть вам все как ответил, что я вашей продукции не пользуюсь, я пользуюсь Иван. И так далее. Нужно описать что типа Иван и так далее. Поняли меня, что имеют ввиду. И не нужно содержать каких-то интриг, что давайте ванкетку запомните или оставьте мне свой номерочек, а я вам уже по телефону все расскажу. Такого тоже не нужно. Все элементарно, все просто. На самом деле сложно, в этом ничего нету. Все пишите вашим текстом. И что письмо должно содержать. Три ваших письма. Все письма должны заканчиваться вопросом, потому что у вас будет диалог. Если есть вопрос, то тогда 100% будет ответ. Если нет вопроса, то конечно же не будет ответа в 99% случаях. И тут тоже есть на письмах ограничения. Если заявок вы можете отправлять 50 в день, то писем вы можете отправлять всего лишь 20. Всего лишь 20 одинаковых писем. Но что это вам дает? Я имею в виду 20 одинаковых. Вот подчеркните себе это два раза. Одинаковых. То есть допустим у вас есть три предложения дисконта, бизнеса и волоса. То есть именно предложение дисконта вы можете отправить в день только 20 раз. Предложение бизнеса тоже 20 раз. волоса тоже 20 раз. Соответственно если у вас три шаблона в день вы можете делать 60 писем. Если у вас шаблонов больше, у вас их 5, то можете 100 писем сделать. Понятно, да? Поставьте плюсики. Понятно, отлично. есть такие фишки полезности или развлекаловки. Это конечно же статусы. Статусы должны быть правильными с правильным окончанием. То же самое касается четвертого пункта афоризм. Если вы зайдете на мою страничку, то вам будет понятно, что такое правильное окончание. Правильное окончание это когда вы выберете цитату любого успешного человека или великих людей, вы вставляете себе статус, но после этой цитаты вы вставляете ссылку на свой личный сайт. То есть если вам сейчас не совсем понятно о чем я говорю, то зайдите на мою страничку, откройте мои статусы и вы все это поймете. Там где статусы для чего это нужно, вы когда это сделаете, у вас 100% люди будут нажимать класс, ставить лайки. Когда они нажимают лайки, этот статус автоматически видят все их друзья. поэтому если у вас есть ссылка, есть гарантия того, что человек может перейти на ваш личный сайт, прочитать информацию, его может интересовать, и может появиться новую консультант структуру. Также делайте не только ваша страничка должна быть найти Марифлэм, это должны быть разные развлекательные видео, какие-то новости которые в мире происходят, желания позитивные, какие-то ссылки на разные видео по теме. Допустим, если ваша задача привлечь больше потребителей, то сделайте больше видео о компании, именно с точки зрения доставки, продукции, пизаж, уход за лицом и так далее. Если ваша задача больше привлечь бизнес, найти партнера в себе, тогда делайте уже видео на другую тему, выступления разных успешных лидеров вставляйте. Обязательно пишите за всеми подробностями в личные сообщения и так далее. Если вам интересно, подставьте к вас к этому статусу. Дальше. Создавайте опросы. Люди тоже очень любят участвовать в различных опросах. Допустим, какой может быть опрос? Хотели бы вы получить дисконтную карту рефлейненную на всю продукцию с скидкой 18%? Тогда нет. Те, кто ответил дан, пишите им сообщение. Вы отметили в вопросе, что вам интересно получить дисконтную карту. Это действительно так. Тоже так могут появляться ваши новые консультанты. И тоже классная фишка. Справа на картинке на слайде вы видите картинку «Праздники друзей». Там есть кнопочка «Все праздники». Вы можете на эту кнопку нажать и что у вас будет? У вас откроются все праздники и дни рождения, которые есть на сегодняшний день от ваших друзьям. Бывает такое, что тем людям, которым вы написали свои предложения, но человек не принял. Он не ответил или сказал, «Мне это не нужно, наверное, не интересно». Но были такие случаи, когда я просто поздравил с днем рождения. Я поздравляю вас с днем рождения. Я хочу вам подарить дисконную карту с 18% скидкой. Ага, конечно, хочу и так далее, что делать и так далее. Или второй вариант. Если человек в моем городе живет, то у нас есть в команде классный визажист, я такое сделал. Оксана, поздравляю вас с днем рождения, и компания Reframe дарит вам бесплатный мастер-класс по весеннему декоративному макияжу. Или спа-уход по омоложению кожи рук. Вариантов различных может быть очень много. Просто используйте это. Это тоже такая вещь, которая может вас привлечь новых людей. Так, дальше. И очень что еще важно, мимо вас будет проходить огромное количество людей. Очень много людей будут. И запомнить каждого будет вам очень трудно. С кем когда вы связались, кому когда написать, кто запомнил форму, с кем связаться, кто сделал заказ, кто не сделал заказ. Поэтому очень важно ввести вот такой лист учета вашей переписки. У меня пример прошлогоднего листика. Что здесь написано? Во-первых, имя человека. Имя человека мы пишем, как именно он подписан в Одноклассниках. Дальше пишем город, филиал, к которому человек относится. После этого пишем страну, в которой человек. Дальше пишем возраст и после этого интерес. Что человеку интересно. Дисконт, продажи, бизнес, дисконт, дисконт и так далее. И дальше колонка регистрация. Тогда мы пишем, что запомнил человек форму или только ему ссылку отправили. И тогда нужно с человеком связаться. И дальше идет дата регистрации, когда человек запомнил форму. Это все происходит в Excel. такая табличка. Составить ее несложно. И дальше что мы делаем. Просто отмечаем, что Елена Литраченко заказ сделала. Елена Карташева закистировалась, но заказ не сделала. И дальше тоже пишем на ком и сплое как служивается. И ссылку на страничку этого человека в Одноклассниках. И тоже очень важный момент это что именно если люди ваши обслуживаются на других СПО, то знаете, что бывает нечасто, но бывают то, что ваши недобросовестные люди переписываются в команду. Поэтому всегда когда вы зарегистрировали человека, что я делаю? Я же на этой СПО, я говорю, что добрый день, меня зовут Дмитрий, я старший менеджер, на вашем СПО будет обслуживаться мой консультантом Инна Витраченко. Мы с ней сейчас оформили заказ, когда она может получить. То есть Настопол уже будет знать, что ваш человек он не чужой, он не чейный, у него есть спонсор, который ему сообщает информацию, и поэтому такому человеку от вас не уйдет. И так далее. Следующий слайд. И сейчас такой большой итог, что нужно делать для того, чтобы у вас был результат платный. Первое это каждый день нужно заходить на свою страничку в Однокласснике, создать свой аккаунт для рекрутирования. Дальше эту страничку мы наполняем интересной информацией, добавляем фотографии, статусы, цитаты и так далее. После этого мы приглашаем друзей и обязательно напомним о тех ограничениях, которые есть. 50 друзей и 20 писем в сутки. После этого мы анализируем принятые заявки и делаем людям приятности. И после этого мы отправляем первое письмо знакомства, заканчивается одно вопросом, получаем от человека ответ и отправляем следующее письмо с бизнес-предложения. После этого мы все регистрируем, сопровождаем, как это все происходит в обычной жизни. И поздравляем с праздниками, выносим данные в лист счета. И самое главное, если хотите больших результатов с помощью интернет, то научите этому методу вашу команду. Это легко дублицируется, может сделать это каждый, анализируйте ваши информационные листы, и поэтому я думаю, что если вы производите всех и спросите, хочешь ли ты хотя бы для начала просто усилить свою дисконную карту и покупать каждый месяц на 300-400 бесплатно или хочешь получить подарок по новой акции, которую это будет наборщик, сумку или выжималка, пароварка, комбайн и так далее. Хочешь, можешь пригласить своих друзей, своих знакомых. Не знаешь, кого приглашать, но проблема, я могу тебе научить, как ты можешь пригласить незнакомых людей с помощью интернета, сидя дома. И делаем это все каждый день. По теме Одноклассников я информацию такую основную рассказал. Желаю вам, чтобы у вас какие-то картинки были в интернет и Одноклассники почти в вашу жизнь. У вас были много регистраций, классный результат, новый уровень. Вы получали все подарки, получали все премии. А если для нас с вами сейчас делать все, такие акции, как вчера выставили, не знаю, видели вы или нет в группе, уникальный фактор Reflame, выставили фотографию золотой директор. Я в эти цифры не вдумывался, но когда написали, что новый золотой директор получает 8500 долларов, на самом деле это классно. Это классно, поэтому готовьте большие кошельки, чтобы забрать все сеги, которые у нас есть. И сейчас если у вас есть еще какие-то ага, вот еще тема не закончилась, натощилась дальше продолжение, и еще допустим используем инструменты, я думаю, что в вашей команде вы тоже его активно используете, используем Skype для разных методов, это и проведение онлайн-презентации, группа небольшая, если группа большая, то это конечно же вебинар, если небольшая, 2-3 человечка, то это Skype-встреча, проводим планерки своей командой, проводим координацию, тоже классная фишка, это допустим, бывает такое, что допустим мои менеджеры работают в городе, это превышает возраст в сервисный центр людей, на дисконт, на работу и так далее, и потом, что у них происходит, они, не все люди доходят, правильно, все люди, которые не доходят, мы с ними созваниваемся и говорим, давайте с вами созвонимся в Skype, у вас есть интересное предложение, и сейчас все такие мысли не ответят, тоже небольшая фишка, всегда по телефону, если кто-то из вас работает, да, приглашением возрастов, или на подарок, или на дисконт, я всегда сейчас что начинаю делать, я всегда у людей спрашиваю в конце, то есть я делаю ему предложение сначала дисконта, дальше спрашиваю, есть у вас знакомый, который в данный момент ищет работу, нам требуются сотрудники для выдачи дисконтных карт и работы в Ariflame именно по мейлерскому направлению, не продажа, и были такими случаями, когда, допустим, человек изначально сказал, что его дисконт не интересует, его продукт как Ariflame не интересует, но отработая его интересует, и почему это предложение я делаю не ему, а делаю каким-то его знакомым, и такие люди приходят ко мне в опыту, они регистрируются, и, наверное, дело, что после регистрации они и продуктом начинают пользоваться, и заказы хорошие делают, и свои заказы, и своих людей тоже приводят, еще мы используем это следующий слайд не открылся, а, все пролистались, и еще, такая классная тоже небольшая тема, у меня тоже очень понравилось, недавно не прочитал, это 5 этапов проходения информации, я думаю, что для вас сегодня что-то было новенькое, что-то было старенькое, что-то было полезное, интересно, и сейчас поставьте плюсики, у кого-то сегодня было такое чувство, ух ты, это что-то новенькое, нужно это делать, нужно это использовать в своей работе, у кого-то сегодня было такое чувство, было такое, было много плюсиков. На самом деле я хочу обрадовать, потому что вы на самом деле чуть-чуть зря потратили свое время, что-то новенькое, это давно забыто старое, или то, что возможно когда-то вы это уже слышали, но оно у вас пролетело мимо ушей, и могли сейчас или рекрутировать, или команду своего желания, но вы молодцы, вы сегодня на вебинаре, у нас здесь почти 300 человек, и следующий этап, который после УКТИ это что-то новенькое, это ОКТИ-то, я это уже слышал, давайте сейчас с вами будем откровенными, да, будем отвечать себе честно, вот у кого сегодня было такое чувство, да, что ОКТИ-то я это уже слышал, я думаю, 100% было такое чувство, было, да, супер, отлично. Следующий этап проходения информации, это сколько можно об этом говорить. Вот я думал у меня в одном и том же, вот у кого был такой этап, сколько можно об этом говорить. Одно и то же, одно и то же. Так, есть у нас честные люди, которые ставят плюсики, молодцы. И последний этап, не знаю, был у вас он или не был, это тошнит уже это слушать. У кого сегодня был такой этап, тошнит это уже слушать, сколько можно об этом говорить. У кого такое сегодня было? Отлично. Именно те люди, которые поставили плюсики на тошнит это уже слушать, я вас поздравляю, потому что следующий этап после тошнит самый классный. Я понял, когда у вас будет тошнит от ваших семинаров, да, вот у нас так бывает. Я обычно раньше как думал, ну если я пришел на семинар, на встречу, услышал что-то новенькое, значит классный семинар. Если вы говорили о том, о чем я знал, значит все, семинар плохой. На самом деле это не так. Если я прихожу, да, и слышу ту информацию, которая уже была, и у меня уже торчит от этой информации, я понимаю, что семинар на самом деле классный, крутой. И после этого этапа у меня будет какое-то такое прозрение, да, какой-то щелчок в голове. Я это пойму. Поэтому систему ПРО, наверное, срочно, наверное, раз 10 как минимум. План успеха, наверное, все перечитали тоже минимум как 10. Презентацию, наверное, запись тоже просмотрите минимум 5 раз. И желаю вам всем, чтобы вы прошли все по этим 5 этапам. Дошли до этапа, я понял, потому что этап, ух ты, что это новенькое, это просто знание. Этап, я понял, это навыки, когда вы уже сможете это все применять, да. Что у нас сейчас сегодня осталось? У нас такое, наверное, сейчас мотивирующее, да. И что я хочу сказать, что человек — это телефон. И у каждого из вас есть, конечно, своя сутова связь, да. Кто-то вводит связь с Лайв, да, у кого-то МТС, у кого-то, там, если это Россия, там, Дэвайль, Мегафон и так далее. И каждый карточек, да, вот если мы вставляем карту Лайв, мы вводим волну Лайв. Да, вставляем волну МТС, мы вводим волну МТС. И если у вас в голове, да, симка неудачника, то вы вводите волну неудачника. Среди рода вам дают такие ситуации, которые вы от нее бросите. Если у вас там в голове симка удачника, да, успешного человека, человека, который жизнерадостный, который ждет и прочитает в жизни все, что он хочет, то вам приводят тоже такие ситуации. Поэтому думайте, о чем думать. Мы все наши материальные, материализуемые. Поэтому задайте себе вопрос, какая симка у меня в голове? Если у вас там и симка совсем другая, не такая, которая вам нужна, разрядите себя полностью и ставьте себе то, что вам только нужно. И небольшой такой тоже фишка моей команде, так это если не фишка, при желании и до неба можно затркнуться, правильно, нужно только захотеть. Как говорила Танила Полежаева, даже небо не приедет. Я думаю, что Reflame, у нас столько энтузиазма с вами, столько энергии, столько силы, и мы с вами можем, наверное, все горы покорить, все уровни достичь. Поэтому 294 человек, я думаю, что нас с вами ожидает огромнейший успех, у нас с вами будет огромное количество новых президентов в компании Reflame, минимум бриллиантовых. Поэтому всем удачи, всем успехов. Если у вас еще остались ко мне какие-то вопросы, да, что-то вам еще интересно, то детально их задавайте. Сколько времени в интернете для результата? Ну, могу сказать вам с радостью, что у меня сразу огромных там каких-то суперрезультатов не было, да. То есть вы сначала начнете, вы пока создадите свою страничку, а пока у вас появятся первые люди. И потом что происходит? Потом просто у вас сейчас там 2-3 регистрации, допустим, в неделю. А потом, как у меня было, вот в акцию сейчас и вы вместе, да, когда я так активно работал, сейчас немножко развенился и сам себе об этом говорил. Тогда у меня было за акцию 100 регистраций. Было за акцию 100 регистраций, и это было тогда за 3 недели. Почему тебя зацепил Reflame? Почему 16 лет человек работает? Зацепил Reflame, почему? Потому что я увидел людей, которые живут той жизнью, о которой я уже, о которой я мечтаю сейчас, да. И я в этих людей вижу, да, это не одинщик, это не два, это сотни, тысячи. Я знал, что в Reflame уже есть люди, которые 16-17 лет были директорами, которые являются частными предпринимателями. И я всегда вопрос, почему это не я, да, чем я хуже? У меня так же самая одна голова, две руки, две ноги. У меня так же самым бьется сердце, как у них, да. У меня тоже живу. Я живу каждый день. Я сейчас наслаждаюсь каждой минутой. И тот выбор, который я сделал в компании Reflame, наверное, это классно и славится к этому каждому. Сколько времени ты в Reflame вообще? Ты какое время открыл директора? В Reflame я вообще, наверное, уже полтора года открыл директора за полгода. С помощью интернета ты, конечно же, реальная жизнь в офисах. Вы учились где-то в Reflame? Да, я учился. Я сейчас учусь в 11 классе. А сейчас скоро у меня будут резайны, для нового поступления. Об этом, ну, совсем времени даже нет думать. Но я думаю, что у меня и так все получится. Я поступлю туда, куда я хочу. Можно ли пару слов о других социальных сетях? На самом деле, пару слов точно не получится, потому что, ну, тема обширная. Видите, мы с вами говорили об одноклассниках только сейчас. А если будем сейчас говорили о ВКонтакте и Фейсбуке, то мы с вами сейчас засидимся, но очень долго. Сколько времени уходит на рекрутинг, лайк и дружба? Ну, если работать, то говорить по одноклассникам, то время недолго, а в среднем это где-то сейчас, в день. Так, можно будет рассчитывать для нашей помощи в дальнейшем? Да, конечно, можно. Можете найти меня в Одноклассниках, ВКонтакте, в Скайпе. Я открыт к общению, у меня нечего скрывать, поэтому задавайте вопросы, будем подробнее взять, будем друг другу помогать и чем-то полезно. Так, родители поддерживают. Изначально, что у меня было? Мама сказала, что, ну, давай попробуй. Изначально я подумал, что, ну, если у меня ничего не получится, будет мама внуй свои красоты со скидкой. Да, но у меня все получилось. Изначально папа сказал, ну, папа что-то пробуй, лишь бы тебе это не мешало учебе. Изначально это не мешало, но потом учеба ушла как-то на второй план, поэтому, значит, мне шла другие приоритеты. Да, я понимаю, что с моим доходом я могу, допустим, выбрать сейчас себе любой вуз, да, который я захочу. И не только твои родители позволят деньги, а я же могу на свой доход уже позволить себе любой вуз и самостоятельно себе оплачивать там еще оба. Так, повтори, пожалуйста, первые письма, примерно как и тексты. Смотрите, запись будет, примерно и тексты, но, смотрите, самое главное, я не могу вам давать мои тексты, потому что, если мы с вами будем рассказывать одинаковые тексты, то нас всех одноклассники заблокируют. Я даже не даю свои тексты моей команде, я их даже не считаю, потому что это, ну, это реальная жизнь. Как приходит к вам человек, с чего вы начинаете? С знакомства, с выявления потребности и с предложения. Здесь то же самое. Как выбрать какое письмо, одно из трех отправить человеку? Элементарно. Сегодня вы отправляете дисконт, завтра отправляете бизнес, а послезавтра отправляете главный. Смотрите, какая у вас статистика, если какое-то письмо не работает, анализируйте меня, если делаете изменения, вносите свои коррективы. У меня вот вопрос одноклассников, не совсем понял вопроса. Так, ты предлагаешь дисконт сетим? Я предлагаю все. Раньше я предлагал сделать акцент на дисконт, теперь клименская база сутки у меня есть, в принципе, наверное, больше мне уже не нужно. Сейчас я это количество, это все перевел в качество, и теперь моя задача найти еще себе серьезных бизнес-партнеров. У меня вопрос одноклассника, слово работа. Не совсем вопрос понимаю. Так, у меня вопрос одноклассников, слово работа. И, значит, вопрос в моей страничке, как она называется? Она называется Дмитрий Шевчук, работа дома в Алифлейн. Желаю вам еще раз успехов, и такие мысли пришли в голову. Вчера читал интересную книжку, и вот знаете себе, возьмите сейчас листики с ручкой, и ответьте себе на несколько вопросов. Готовы отвечать? Поставьте плюсики. Готовы, да? Задайте себе такие вопросы. Сколько я лично провел встреч за последние 7 дней? Сколько я лично провел встреч за последние 7 дней? Даже давайте, наверное, не на листике, а давайте это напишем в чате, да? Кто сколько лично провел встреч за последние 7 дней? Давайте будем открытыми, И сейчас тоже надевается, может, пока небольшой счетчик будет. Так, 0, да, 2, давайте открыто, так, 20, отлично, 0, 0, 17, 2, 0, 10, 1, супер. Следующий вопрос. Насколько я лично собрал заказов за последние 7 дней? Да, давайте, здесь люди с разных стран, давайте в баллах. Насколько я лично собрал, не себе взял, а собрал заказов, именно собрал заказов, а сколько лично баллов за последние 7 дней? 300, 120, 250, 1, 0, те, кто пишет 0, отлично, молодцы, то что вы открыты, говорите правду, молодцы. Следующий вопрос. Сколько я лично, да, я как и Денисова, сколько я лично провел системных мероприятий для твоей команды за последние 7 дней? Сколько я провел лично мероприятий для твоей команды за последние 7 дней? Понимаете, я лично, не спонсор, а я лично сколько провел? Так, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1. И последний вопрос. Если бы я был руководителем, сколько бы я лично заплатил бы себе за такой объем проделанной работы? Сколько бы я лично заплатил себе за такой объем проделанной работы? Понимаете, вы пишите 0, 0, 0, 0. И как вы думаете, Арифлейн вам переплачивает, да, я имею в виду вопрос сейчас к менеджерам, да, к директорам. Арифлейн нам, ну, чуточку, ну, переплачивает, правильно? 100% переплачивает, да. Может, новички не совсем понимают, о чем я говорю, но директора и менеджеры 100% понимают, что Арифлейн все-таки чуточку, но переплачивает. Поэтому проводите встречи, проводите мероприятия, если какие-то еще вопросы у вас остались, задавайте. Если нет, тогда будем с вами прощаться и будем работать, готовиться к новым акциям.